Чингис Айтматов. Отрывок из повести «Материнское поле». Мать-земля! Почему не падают горы? Почему не разливаются озера, Когда погибают такие люди, как Суванкул и Косы? Оба они, отец и сын, были великими хлеборобами. Мир извечно держится на таких людях. Они его кормят, поят, а в войну они его защищают. Они первыми становятся воинами. Если б не война, сколько еще дел сделали бы Суванкул и Косынь? Сколько еще полей засеяли бы, Сколько еще зерна намолотили бы. И сами, старицу и вознагражденные Трудами других, Сколько еще радости жизни увидели бы. Скажи мне, мать-земля, скажи правду, Могут ли люди жить без войны? Ты задала трудный вопрос, Толганай. Были народы, бесследно исчезнувшие в войнах. Были города, сожженные огнем и засыпанные песками. Были века, когда я мечтала увидеть слеп человеческий. И всякий раз, когда люди затевали войны, Я говорила им, остановитесь, не проливайте кровь. Я и сейчас повторяю. Эй, люди за морями, за горами, Эй, люди, живущие на белом свете, Что вам нужно? Земли? Вот я, земля. Я для всех вас одинакова. Вы все для меня равны. Не нужны мне ваши разговоры. Мне нужна ваша дружба, Ваш труд. Я очень тоскую по крестьянским рукам. Я вечно оплакиваю детей своих, хлеборобов. Мне всегда не хватает звонкула, Косыма, Джайнака И всех погибших солдат. Когда я остаюсь непаханным, Когда нивы остаются нежатыми, А хлеба необмолоченными, Я зову их. Где вы, мои пахари? Где вы, мои сейтери? Встаньте, дети мои! Хлеборобы, придите, Помогите мне! Задыхаюсь я, Умираю. И если б тогда Пришел звонкул с китменем в руках, Если б косым привел свой комбайн, Если б Джайнак Пригнал свою бричку. Но они Не откликаются. Спасибо тебе, земля, На том Значит, ты так же Тоскуешь о них, Как и я. Значит, ты так же Оплакиваешь их, Как и я. Спасибо тебе, Земля. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok